Добрый вечер. Здравствуйте. Я курю. Курю с 14 лет, и это не повод для гордости. Хотя нет, пожалуй, повод. Закурила я, работая санитаркой в городской больнице на летней практике. Нагляделась и наслушалась такого, что, когда подружка пришла меня забирать с этой самой практики в один из дней и увидела мое лицо, то просто молча протянула мне сигарету. Я просто молча ее взяла, а с тех пор очень уважаю дым. О том, как он пахнет, в том, как при большой концентрации разъедает глаза до слез, в том, как нагло въедается в одежду и волосы, в том, как красиво стремится в небо в вечернем свете фонари, есть какая-то жестокая и прекрасная правда жизни. Все самые важные разговоры для меня пахнут дымом. Все самые трудные встречи, написание текстов, разговоры с лучшими людьми в моей жизни на кухнях, ожидания у метро, история любви и нелюбви, репетиции и планы, обиды и победы. Все они пахнут для меня дымом. Терпким, въедающимся в одежду, иногда вкусно смешивающимся с запахом духов, а иногда дерущим горло в перемешку со слезами. Дым очень красивая и очень честная штука, и очень театральная, к слову сказать. Попробуем. Дым, пьеса для курящих актеров, действующие лица. Она, женщина без определенного возраста и инстинкта самосохранения, курит. Он, мужчина, рост, возраст, манеры любые, главное, чтобы курил. Подруга, женщина независимая, впрочем, есть одна зависимость, курит. Он и она, улица, вечер. Она спокойна и тверда. Тебя это больше не касается. Все, это теперь мои проблемы. Я не прошу ни помощи, ни сочувствия. Прошу только об одном – исчезни. Пропади из списка набранных номеров, из моих мыслей, с улицы, площадей этого поганого города. Не встречайся мне случайно. Не спрашивай, как я общих знакомых. Не просматривай мои соцсети. Упаси тебя, Бог, звонить мне по вечерам. Днем, впрочем, тоже, пожалуйста, не звони. Пропади, я умоляю. Это лучшее, что ты можешь для меня сделать. Пройдет время, и я выздоровлю от тебя. Напишу какое-нибудь стихотворение, опираясь на богатый опыт. Проем все мозги подругам, выплачу тебя из своей жизни и приду в норму. Но сейчас я умоляю, сейчас просто пропади. Дай мне шанс выжить, как дают год, постоять в выжженном поле, чтобы потом были цветы, пшеница и полевые мыши. Я очень тебя прошу, исчезни. Он. Это все, это действительно все, что я могу для тебя сделать. Она... Да. Нет. Еще можешь кое-что сделать. Дай, пожалуйста, сигарету. Он. Держи. Она берет сигарету, закуривает. Он на секунду задумывается и тоже закуривает. Какое-то время они курят молча. Затем долго смотрят друг на друга, резко бросаются друг другу навстречу, целуются, звучит музыка, сцена погружается в темноту. Сцена вторая. Кухня, она и подруга. Подруга не сказала, она нет и не буду. Подруга, он имеет право знать, она, а я имею право жить, право дышать, право распоряжаться своей жизнью и своим телом. Подруга, ты точно решила не оставлять? Она. Точно. Там есть какая-то вторая баба, я же говорила. Ни любовницей, ни запасной женой я быть не готова. Подруга нервна. Ну, может быть, все изменится, если он узнает. Так бывает, я тебе говорю. Мужик узнает про ребенка и все, отвал башки. Отметает все лишнее, оставляет все главное. Берется за ум и становится примерным мужем и папой. Она. Ну, ты же понимаешь, что я так никогда не сделаю, правда? Ты же понимаешь, что всю жизнь жить озираясь, сделая вид, что все в порядке, размахивая ребенком, как гимнаст на проволоке для баланса, я не стану. Ну, ты же знаешь меня как себя. Ты не можешь не понимать, что я так не поступлю, правда? Подруга, чуть не плачь. Ну, это же грех. Прости, что я так говорю, но это правда. Там уже живой человек. Вдруг больше не получится. Не хочешь его держать, не держи. Ну, бывает же так, что мама воспитывает ребенка одна. Сначала одна, а потом встречает свою настоящую любовь. И выходит замуж, и все счастливы. Даже если не выходит, то все счастливы тоже. Плачет. Она внимательно смотрит на подругу. Грех, конечно. Ты права. И про живого человека, наверное, права. Только ты так-то не старайся. Я, кажется, поняла, кто вторая баба. Подруга вскакивает с места, у нее трясутся руки. Прости меня, пожалуйста. Прости, я не хотела. Я ничего не могу с этим поделать. Я думала, так бывает только в плохом кино, в дебильных сериалах, в старых книжках. Но я его люблю. И тебя я люблю тоже. И я дрянь. Я так не хочу. Прости меня. Я брошу его. Ну, хочешь, вот прямо сейчас позвоню и брошу. Она. А заткнись. Ну, бросишь, и что? Он любит тебя. С этим что мы будем делать? Я поступлю так, как решила. А ты больше никогда не произнесешь при мне слово «грех». Договорились? Ты сейчас уйдешь навсегда. А если мы встретимся на улице, то вежливо поздороваешься и пройдешь дальше. Поняла? Так что просто заткнись и уходи. Нет, постой. Давай покурим, потом уходи. Подруга. Так тебе же нельзя курить. Ты же она. Это ненадолго. Давай сигарету. Подруги закуривают. Дым складывается в причудливые фигуры, звучит музыка, сцена погружается в темноту. Сцена третья. Он и она разговаривают по телефону. Он. Не молчи, пожалуйста. Все это ужасно. Никто не хотел, чтобы было так, но вот так именно и сложилась жизнь. Я не подлец, и я не чудовище. И, прости, я имел право знать. Она. Да я все понимаю. Не подлец, и не чудовище. Я так никогда и не говорила. Думала, да. Говорила, нет. Шучу, выдохни. Вот только про право знать не согласна. Ну, не имел. Ну, чтобы это поменял. Еще одна длинная история несчастной семьи. Все случилось правильно. История, конечно, была на разрыв, но все прошло. Я живу, ты живешь, она живет, вы даже живете вместе. У меня ни претензий, ни остаточных явлений. Все сложилось неплохо, согласись. Он. Дай мне, пожалуйста, увидеться с сыном. И с тобой. Я скажу ужасную вещь, но я ошибся. Я все время вспоминаю, как мы много с тобой смеялись. И много курили. Сейчас я мало смеюсь и бросил курить. Она бросила и настояла, чтобы я тоже бросила. Можно мне обратно? Она. Я просила только об одном исчезни. И не просила ни жениться на мне, ни вернуться, ни идти со мной в частную клинику, сгорая от стыда и страха. Не передумать со мной вместе в последний момент. Не потерять подругу в трудное для меня время. Не просила даже помогать. Ни до, ни во время, ни после. Просьба была одна. Исчезни. Что же ты творишь? Ну, что же ты творишь? Он. Просьба была две. Ты еще попросила сигарету. Пожалуйста, покури со мной хотя бы еще один последний раз. Она после долгого умолчания. Хорошо. Одна сигарета у подъезда через 30 минут. И потом ты пропадешь. Ведь у любого человека есть хоть сколько-нибудь совести и милосердия. Все пока. Он и она на улице. Сцена идет без единого слова. Они встречаются, долго смотрят друг на друга. Она протягивает ему сигарету. На этот раз он закашливается от первой затяжки после долгого перерыва. Они молча курят вместе, глядя в зал. Резко бросаются друг к другу, целуются в истерике. Сцена заполняется дымом и погружается в темноту. В темноте звучат в записи ее слова. Тебя это больше не касается. Все это теперь мои проблемы. Я не прошу ни помощи, ни сочувствия. Прошу только об одном исчезни. Сцена четвертая. Последняя. Она и подруга много лет спустя. Кладбище. Она. Все это какая-то дренная драматургия. Прям плохая пьеса. У нас бы в театре такую ставить не стали. Банальщина. Избитый сюжет. Финал неоригинальный. Подруга. Никому. Он не достался. Никому. Мы вот есть, а его вот нет. И я тебя ненавижу. Всю свою жизнь я тебя ненавижу. С того самого дня, когда ты сказала, что знаешь, должна чувствовать себя виноватой, а вот нет этого. Просто ненавижу. У тебя и все. Она. Я тебя тоже. Замкнутый круг, моя дорогая. Особенно раздражают твои причитания. Господи, за что? Так, Господи, почему мне садиться? Ты прожила счастливую жизнь, если разобраться. Я тоже. Было много хорошего, много страшного, горького. Но все это была жизнь. Мы любили. Нас любили. Мы не были хороши. Никто из нас не был. Но это было не скучно, согласись. Мы с тобой жили интересную жизнь. И он тоже. Короткую, не такую, как наша с тобой, но интересную. Такие бабы его любили. Закачаешься. Подруга, как же я тебя ненавижу. Я смотреть на тебя не могу. Если бы он тогда не побежал к тебе, если бы не несся к тебе ночью на машине с вещами, то он был бы жив. Она, как интересно, ты все придумала. А если бы ты не полезла к нему в постель, все тоже было бы совсем иначе. Как удобно. Нашла виноватую. Про себя не забыла. Ничего нет. Ты все испортила. Все. Я никогда не буду больше приходить сюда с тобой вдвоем. Не проси. К черту перемирия. Не смей мне звонить. Не смей говорить со мной о нем. Просто не смей. Меня тошнит от собственного благородства. Но больше этого меня тошнит от тебя. Все. Исчезни. Начинает уходить и резко останавливается. Подруга. Не оставляй меня, пожалуйста. У меня больше никого нет и не будет. У тебя есть сын. Есть твердая уверенность в своей правоте. Есть силы жить. У меня ничего этого нет. Не оставляй меня. Я никогда не смогу перестать ненавидеть тебя. И не буду обещать. Но прошу тебя, будь опять лучше меня. Не оставляй меня с этим. Одну. Плачет, достает сигарету и закуривает. Она. Ты снова куришь. Подруга. Закурила в тот же день, когда узнала, что он разбился. И больше уже никогда не совершала такой глупости. Курю честно. Вот каждый день. Она. Дай одну. Закуривает. Ты знаешь, больше всего в сигаретах мне нравится дым. Когда он есть, ты как будто куришь. Не один. Он подслушивает. Он жалеет. Он компания. Понимаешь? Даже когда ты совсем один, у тебя есть компания. Подруга. Понимаю. А еще я всегда думаю, что в него мы в конечном счете и превратимся. В дым. Мне так нравится думать. Что не в перегной, не в старые фотографии, которые никому не нужны, а именно в дым. Он красивый и летит вверх. Простишь? Она. Нет, а ты меня. Подруга. Нет. Бросишь? Она. Нет, а ты меня. Подруга. Нет. Обещаю, что не прощу и обещаю, что не брошу. Она, улыбаясь взаимно, до тех самых пор, пока мы не превратимся в дым. Сцена заполняется дымом, звучит музыка, все погружается в темноту. Занавес. Ну вот, готово. Жаль только, что поставить не получится. В театрах на сцене нынче категорически запрещено курить. А малоизвестная актриса дымит, не переставая. Ну, а как вы хотели. Стрессы, страсти, нервная профессия и очень нескучная жизнь. Малоизвестная актриса считает, дыма без огня на самом деле не бывает. Но кто поджег, не говорит. Малоизвестная актриса в фойе театра жжет костер, чтобы не задерживали больше. Там отопительный сезон. Малоизвестная актриса на сцене курит и молчит во время детского спектакля, пока зарплату не дадут. Малоизвестная актриса дымит лишь только после секса. Кто ж виноват, что он так часто бывает пару раз за день. Малоизвестная актриса устала от вторых ролей и жмет на кнопку «Дым машины», чтобы зритель дружно шел домой. Малоизвестная актриса дымится прямо от любви. В театре живо обсуждается пожарным пламенный роман. Малоизвестная актриса сидела дома целый день. Это на случай, если спросят, как загорелся детский театр. Малоизвестная актриса, конечно, бросила курить, но лучше уж с бычком меж пальцев, а не в дурдом абонемент. Спасибо.